В этом видео хочу остановиться на такой функции в приложении CapCAD, как генерация картинок при помощи искусственного интеллекта. И попасть в эту функцию мы можем двумя способами. На главной страничке нажимаем новый проект. И здесь мы вверху выбираем вкладочку и материалы. И здесь нажимаем еще раз и материалы. Либо же с главной странички нажимаем здесь функцию текст изображения. И снова попадаем на эту страничку. Здесь у нас есть тоже два варианта действий. Во-первых, мы можем вводить текстовый запрос, либо промпт в текстовое поле, если он у нас уже готов. Либо же мы можем войти во вкладочку витрина. Здесь есть много образцов красивых, уже сгенерированных картинок. Причем они еще разбиты по категориям. Здесь можно выбирать, ходить по вкладочкам. Мы можем просто подобрать то, что мы приблизительно хотим. Например, выберем красивую картинку. И что мы можем с ней сделать? Мы можем использовать этот запрос. Хотя он написан по-английски, но вам ничто не мешает написать это на русском. Тоже работает, понимает программа. Либо мы можем оставить этот запрос без изменений и нажать использовать запрос. И он нам сгенерирует 4 новых картинки. Подтвердить. На основе предыдущей картинки сгенерировал 4 новых. Здесь еще есть настройки. В нижнем левом углу мы можем выбрать формат изображения, который нам нужен. Например, вертикальный. И здесь еще либо это мультяшная будет картинка, либо более фотореалистичная. Здесь мы еще раз нажмем. Тут какие-то версии V1 и V1.3. Я так понимаю, что V1.3 это более новая. И внизу здесь можем настроить качество. Качество лучше выбирать максимальное. И, например, из этих 4 картинок какая-то нам понравилась больше, чем другие. Мы можем ее выбрать и сгенерировать еще раз. По-моему, ничего не изменилось. Значит, немножко не так. Если мы выбираем картинку и нажимаем сгенерировать еще, он будет генерировать с такими же параметрами. Но мы ее не будем выбирать. У нас в текстовом поле есть этот промпт. Мы заходим в настройки. Выбрали здесь настройки, формат и другие параметры. После чего нажимаем создать. И вот теперь уже он учитывает наши параметры. То есть вертикальное расположение и другие характеристики. Сгенерировал 4 новые картинки. Ну и немножко по-другому он все сделал. И таким образом мы можем каждый раз, если мы еще не получили нужный нам эффект, мы можем каждый раз из 4 картинок выбирать то, что нам больше подходит. И на основании его генерировать новые картинки. Что здесь необходимо сказать? Здесь весь секрет в создании красивых картинок заключается в том, чтобы создавать правильные промпты. Если вы не умеете сами создавать, можно брать за образец те, которые уже существуют. Здесь в промпте в первой половине мы описываем, что мы конкретно хотим увидеть на картинке. А во второй части мы описываем, как это должно выглядеть. Это должно быть фотореалистично. Либо это должна быть нарисованная картина. Нужно добавлять разные слова. Вот, например, как здесь. Драматический свет. Если вы не владеете английским, можно, например, это все скопировать. Здесь я уже экспериментировала. Ставим наш текст и смотрим, что в этом промпте. Динамичное оформление, эффектное освещение, ну, тайны необыкновенной встречи, ну, в общем, такое сложное определение. Я вам покажу на примере того, что я здесь наэкспериментировала. Вот, например, я создала первый запрос. Робот рисует картину маслом на холсте. Он меня абсолютно не понял. Он нарисовал как бы картину маслом и просто робота, который ничего не рисует. Я уточнила запрос. Робот держит в руках кисточку, рисует картину маслом на холсте. Здесь из четырех картинок одна более или менее соответствовала моему запросу. Я выделила эту картинку, сгенерировала на основании нее четыре новых. И вот таким методом итераций, методом последовательных приближений я создавала и создавала новые картинки, которые мне в основном не нравились. Потом я начала добавлять больше характеристик. Например, кинематографичный, фэнтези, сюрреализм, невероятные детали. И обязательно добавляйте качество, то есть разрешение 8К, HD. Смотрите, качество картинки стало намного лучше, но по смыслу она совершенно не соответствовала тому, что я хотела. И я экспериментировала со словами, с картинками. Каждый раз выбирала ту картинку, которая более соответствует моему запросу. Потом я смотрела во вкладке «Витрина». Там я открывала промпты и смотрела, что там пишут. И подбирала разные слова. Потом я добавила в стиле «Звездные войны». Вот такой железный робот. Тут он мне уже рисовал других роботов. Здесь мне понравилась вот такая картина с красивым фоном. Но он как-то робот намного выше этого холста. И тоже непонятно. И на основании этой картины я создавала другие картины. И в конце концов пришла вот к такой картине. Я уже просто устала дальше генерировать. На ней остановилась. Но принцип, думаю, вам понятен. Вот такая картинка тоже неплохо получилась. Я думаю, что принцип вам понятен. То есть из всех четырех картинок мы выбираем то, что нам больше нравится. Генерируем новые, 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 пока результат нас не начнет удовлетворять. И когда мы уже решили остановиться и скачать свою картинку, мы выделяем эту картинку, которая больше всего понравилась. Нажимаем вкладку «Увеличить». Программа ее увеличила. И теперь можем нажать на вкладку «Сохранить». И она сохранится в наш телефон. Ну что ж, хочу подвести небольшой итог. По моему мнению, если здесь в этой программе пользоваться вкладкой «Витрина» и подбирать просто картинки, которые более или менее соответствуют нашим запросам, просто их перегенерировать, это самый легкий способ, чтобы получить хороший результат. Либо еще такой вариант. Выбирать хорошие, самые удачные картинки. Вот, например, смотреть такой замечательный портрет. Копировать этот промпт, где-то себе запоминать его, разбирать, так сказать, на запчасти и потом в своих новых работах использовать, вставлять эти слова. Так, наверное, будет правильно. И еще я хотела вам показать несколько картинок, которые я сгенерировала в других нейросетях. И они у меня получились буквально с первого и со второго раза. Можете видеть, какой результат. Поэтому в следующем видео я, наверное, проведу обзор бесплатных нейросетей, где можно генерировать картинки. А в Капкате удобно то, что здесь можно пользоваться этими функциями, не выходя из приложения. Быстренько что-то сгенерировать или выбрать уже готовое и подставить в свою работу. Ну вот, в принципе, и все, что я вам хотела рассказать на сегодня. Если было полезно, буду рада вашим лайкам и комментариям. Подписывайтесь и до новых встреч!